Шабельское. Село в Щербиновском районе Краснодарского края России. Административный центр Шабельского сельского поселения. Население около 2,5 тысяч жителей. Село расположено на побережье Азовского моря, южный берег Таганровского залива. У мыса Сазальник и Соленого озера Долгое. Расположено в 28 километрах северо-западнее районного центра страницы Старощербиновской. Село Сазальник основано в 1783 году. Впоследствии носило название Николаевка. После 1811 года Шабельское – это одно из первых русских поселений региона. В селе имеется памятник павших в боях за свободу и независимость Родины, а также есть Сазальникский маяк. В 2010 году население составляло 2449 человек. Земли, на которых сейчас стоит село Шабельское, были дарованы царицей Екатериной II по ходатайству Суворова за добросовестную службу оберпровентмейстеру Д.В. Змееву. В Ростовском госархиве исцелили документы, относящиеся к этому времени. В них говорится, что в Курской губернии Змеев переселил 40 семей крепостных крестьян. Уже в 1783 году у селения Сазальник были проведены землемерные работы. Архивные данные говорят, что не такие уж богатые владения оказались у бывшего суворовского офицера. Из 5000 десятин, выделенных ему, было 389 десятин пашни, 2010 сенокосов, 2010 неудобной земли. В новом поместье насчитывалось 168 голов крупного рогатого скота и 78 лошадей. Сазальницкая коса, далеко уходящая в Таганровский залив, дала название селу. А коса была названа так из-за огромного количества сазанов, водившихся тут. Наше старшее поколение могло в этом убедиться. Теперь же сазан в наших местах редкость. А в те годы на Ейские и Ростовские рынки поставляли белугу до 5 центнеров весом, осетра, севрюху, стерлядь, рыбца, судака, леща, тарань и другую рыбу. В старости Змеев заметил, что стал обрастать долгами, чего доброго и схоронить не на что будет. Созвал он мужиков, которые пограмотнее и объявил, когда настанет час, похороните меня на церковной земле, на возвышенности, а потом соберите с каждого двора по 100 рублей и уплатите долги по векселям в земскую казну. Со своей стороны Змеев обещал крепостным крестьянам вольную и 4100 десятин земли, принадлежащей ему. Крестьяне после смерти барина выполнили его волю, похоронили в указанном месте, собрав нужную сумму, направили в Ростов-Гонца. Григорий Калмыков, найдя земскую управу, встретил там господина, который поинтересовался у него, кто он и зачем здесь. Мужик сбивчиво объяснил свое дело. Господин, а это был действительный статский советник коммергера двора его императорского величества Катон Павлович Шабельский, пригласил его в свой кабинет. Ознакомившись с бумагами, патически ласково сказал, «Заботы вашего покойного барина беру на себя, а ты отправляйся домой. Скоро я привезу новые бумаги с печатью». Калмыков еще не успел вернуться в село, как сюда явился господин Шабельский. Он привез, как и обещал, гербовые бумаги, но только написано в них было не то, что ожидали мужики. Катон Павлович утвердил себя хозяином земли гербовой бумагой с печатью и дал селу имя Шабельское. При нем имение расширилось за счет переселенцев из Украины, Воронежской и других губернии. К фамилиям Данилов, Шабанов, Калмыков, Гончаров прибавились Лесаренко, Приходько, Давиденко, Шевченко и другие. Благодаря найденным документам мы можем сопоставить цифры и проанализировать. Так, по переписи 1811 года в селе было 96 дворов и проживали 846 человек. А сегодня в Шабельском 972 домовладения и проживают 2512 человек. Согласно списку землевладельцев Ростовского уезда 1871 года местечком Шабельск владели уже сыновья Катона Павловича, Помпей и Николай. Хозяйством по-прежнему заведовал приказчик. Документы отмечают в имении 27 улучшенных орудий, 2 машины, свыше 100 валов, 20 лошадей, коровы и прочий скот. Ноябрьским вечером 1905 года около полторы сотни крестьян растащили деревянную ограду и содержимое сарае. Повырубили сад. Прошел день, и глухой ночью они снова пришли в усадьбу, подожгли амбар, похозяйничали в барских строениях. К революции в селе уже работали волосное и сельское правление. Народное училище, церковно-приходская школа, 4 маслозавода, паровая и 6 ветряных мельниц. Справной стояла деревянная часовня, не говоря уже о церкви с цветными стеклами. И часовню, и церковь разрушили незадолго до войны. Большинство людей готовы пожертвовать комфортом радииловых грязей в окрестностях Шабельского. Их ценят за лечебные и косметические свойства. Люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, суставов и дерматологическими проблемами зачастую выбирают здешние края для отдыха. После приема грязевых ванн создается ощущение, что отдыхаешь в оздоровительном санатории. Окрестности Блешабельского известны людям как климатические грязи лечебные. Причиной этому служат наличие грязи и благоприятные климатические условия. Последние можно назвать мягкими, сухой воздух, насыщенный йодистыми веществами, мелкопесчаные пляжи, множество солнечных дней. Сочетание морского и степного климата благоприятно влияет на органы дыхания, а отсутствие дождей не делает воздух раскаленным, ведь легкий бриз сглаживает жару. Абсолютно все пляжи поселка Шабельское песчаные, суммарная их протяженность более 10 километров. Мелкий, хорошо разогретый песок не только приятен и удобен, его также можно использовать в лечебных целях. Пологий вход в море хорош для отдыха с маленькими детьми, как и спокойная атмосфера на побережье. Даже в разгар сезона тут не так много отпускников, следовательно, вода остается чистой и спокойной. Азовское море одно из самых мелких в мире, поэтому прогревается быстро и сохраняет температуру от плюс 25 до плюс 28 градусов на протяжении всего сезона. Здесь можно организовать идеальный отдых для большой семьи или компании. Интересным покажется приезжим и соленое озеро, которое носит название «Долгое». Причина этому понятна, его форма вытянутая, что хорошо видно на карте. Находится водоем близи моря и соединен с ним несколькими протоками. Живописные пейзажи и красивые фото на таком фоне обеспечены. Полюбилось озеро Долгое и рыбакам, так как хорошо прогрето и полно разнообразной рыбы. Сазальникский маяк еще одна достопримечательность Шабельского. Он изображен на гербе села. Находится объект на мысе Сазальник и при любой погоде освещает путь кораблям Азовского моря. О нем бытуют разные легенды и отзывы. Выглядит он достаточно специфически и отличается от стандартного маяка. Сазальникская коса является самой северной точкой Краснодарского края, не похожа на другие косы при Азовье. Ее верхний край сильно затерся и стал очень пологим. Можно отойти от берега на приличное расстояние быть в воде только по щиколотку, а максимальная глубина здесь по пояс. Но все же не стоит заходить слишком далеко или идти по самому краю косы. Волны и течения могут быстро утащить на глубину. Море тут достаточно глубокое и подходит для купания. Здесь всегда солнечная погода и красивые виды.